Наглядные уроки избавления от рабства Теперь давайте в качестве наглядных уроков возьмем несколько примеров из Писания относительно силы веры, могущей избавлять от рабства. Прочтем отрывок из Евангелия от Луки. Тринадцатая глава с 10 по 17 стихи. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, восемнадцать лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уст сих в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Давайте не будем обращать внимание на язвительные замечания лицемеров, а лучше рассмотрим происшедшее чудо. «Как женщина была связана, так и мы от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Как сатана связал женщину, так он расставил сети и у ног наших, чтобы сделать нас пленниками. Как женщина не могла выпрямиться, так и нас постигли беззакония наши, так что не смеем даже поднять глаз на небо». Смотрите Псалом, 39-й, 13-й стих, Библия короля Иакова. «Своим словом и прикосновением Иисус освободил женщину от ее недуга. И у нас также сегодня есть такой же милостивый и верный первосвященник на небесах, который сострадает нам в немощах наших, то есть тронут нашими немощами». Евреям, 4-я глава, 15-й стих, Библия короля Иакова. «И чье слово может точно так же избавить нас от всякого зла». Для какой цели были записаны все чудеса исцеления, совершенные Иисусом? Это было не просто ради того, чтобы показать, что Он может исцелять болезни, но для того, чтобы показать и ту власть, которую Он имеет над грехом. Смотрите Матфея, 9-я глава, со 2-го по 8-й стихи. Апостол Иоанн об этом так говорит. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанна, 20-я глава, 30-й и 31-й стихи. Итак, мы видим, что все чудеса Иисуса были записаны в Библии просто, как наглядные уроки Его любви, Его готовности помогать, поддерживать, выручать, оживлять, а также Его власти над делами сатаны, будь то в теле или в душе человека. В связи с этим достаточно будет рассмотреть еще одно чудо. Оно записано в 3-й главе книги «Деяний апостолов». Я не буду цитировать все подряд, но прошу, чтобы читатель тщательно следил за мной со своей Библией. Однажды Петр и Иоанн увидели у ворот храма человека, которому было более сорока лет. Он был нищим, просящим милостыню, поскольку был хромой от самого своего рождения и никогда не ходил. Увидев Его, Петр почувствовал в себе, что Дух побуждает его дать ему нечто лучшее, чем серебро или золото. Потому и сказал «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Это явное чудо, совершенное над тем, кого все каждый день видели сидящим у дверей храма, вызвало необычайное волнение среди народа. И когда Петр увидел, какое это произвело во всех удивление, он заговорил о настоящей причине происшедшего изумления, говоря «Мужи израильские, что удивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы, своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» «Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. «Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели, и ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами» Стих с двенадцатого по шестнадцатый Теперь давайте сделаем некоторое применение Сказано, что человек сей был хромой, а чрево своей матери, неспособной, слабой и беспомощной, чтобы помочь самому себе Он с радостью хотел бы ходить, но не мог Подобно ему, все мы можем сказать вместе с Давидом Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя Смотрите Псалом пятидесятый, пятый стих Как следствие этого, все мы по природе своей являемся настолько слабыми и немощными, что также не можем делать то, что хотели бы Подобно тому, как каждый год жизни хромого человека еще больше увеличивал его неспособность ходить Ибо весь тело его увеличивался, а ноги не становились сильнее Так и повторное совершение греха, по мере увеличения нашего возраста, усиливает его власть над нами И подобно тому, как абсолютно невозможным было для человека того ходить Однако вера во имя Христа даровала ему совершенное исцеление и свободу от его немощи Так и все мы, через веру, которая от него, можем также стать здоровыми и способными делать то, что раньше для нас было невозможным Ибо невозможное человеком возможно Богу Он творец Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость И одним из чудес в делах древних героев веры было то, что они укреплялись от немощи Во всех этих случаях мы видели то, как Бог избавлял от рабства тех, кто уповал на него Теперь же давайте рассмотрим познание о том, каким образом эту свободу можно сохранить Римлянам 6 глава Поэтому мы становимся рабами Христа, как только становимся свободными от рабства греха Именно акт нашего освобождения от власти греха по вере нашей служит доказательством Божьего принятия нас в качестве своих подданных И мы на самом деле становимся рабами Христа Ибо раб Господа является свободным человеком, как написано К свободе вы призваны Галатам 5 глава 13 стих И еще Где Дух Господень, там свобода 2 Коринфянам 3 глава 17 стих Однако эта свобода не означает прекращение нашей борьбы Ибо сатана не так просто оставляет своих бывших рабов Вооруженный бечом жестокого искушения, он снова приходит, чтобы поработить нас себе По собственному печальному опыту мы знаем, что он намного сильнее нас И что без посторонней помощи мы не сможем оказать ему сопротивление Нас охватывает страх при одной только мысли вновь оказаться в его власти И мы начинаем взывать о помощи Тогда мы вспоминаем, что мы уже больше не являемся рабами сатаны Что мы уже отдали себя Богу И что он уже принял нас, как своих подданных Так что мы вместе с псалмопевцем можем сказать О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей Ты разрешил узы мои Псалом 115, 7 стих Тот же факт, что Бог уже разрешил узы, которыми сатана нас опутал Если мы верим, что это уже так и есть Служит надежным основанием нашей уверенности Что Бог обязательно вступится за нас Ибо Он дорожит своей собственностью Более того, мы имеем гарантию в слове Его Что Тот, Который начал в нас доброе дело Будет совершать его даже до дня Иисуса Христа Филиппийцам 1 глава, 6 стих Имея такую уверенность, мы действительно становимся сильными, чтобы сопротивляться Кроме того, если мы представили себя Богу, то мы стали не только рабами Его, но и орудиями праведности в руках Его Смотрите Римлянам, 6 глава, с 13 по 16 стихи Это сравнение вовсе не означает, что мы становимся похожими на пассивные, бездушные и бездумные инструменты Которые используются, к примеру, в сельском хозяйстве Которые не имеют никакого голоса насчет того, как они должны быть использованы Напротив, мы живые, способные понимать орудия Которым самим позволено выбирать свое занятие Однако термин орудия все равно означает какой-то инструмент Который находится под полным контролем того, кто им владеет В чем же тогда разница между нами и инструментами? Разница в том, что мы можем сами выбирать, кто будет нас использовать И на какое служение мы будем использованы Однако, сделав однажды свой выбор и осознанно придав себя в руки умелого мастера Мы должны верить в себя настолько же полно, как инструмент, который не имеет никакого голоса Насчет того, как он должен быть использован Когда мы предаем себя Богу, мы должны быть в Его руках, как глина в руках горшечника Чтобы Он мог сделать с нами все, что Ему угодно Так или иначе, наша воля заключается в выборе Позволим ли мы Ему совершить в нас доброе Постарайтесь уловить главную идею в приведенном выше сравнении с орудием в руках Бога Уверяю вас, когда эта идея будет полностью понята, она послужит удивительной помощью в обретении победы верой Обратите внимание, то, что совершает данное орудие, целиком и полностью зависит от того, в чьих руках оно находится Вот, к примеру, шариковая ручка Если она находится в руках искусного песца, то она пишет красивые буквы Если же она в руках неумехи, то результат ее работы будет плачевным В руках доброго человека она будет писать только хорошее В руках же злого отображать только зло Точно так же, когда мы были рабами сатаны, мы не могли делать ничего доброго Римлянам 6 глава 20 стих Но теперь, когда мы предали себя в руки Божьи, мы знаем, что в нем нет неправды Поэтому и орудие в его руках не может быть использовано на злое Мы знаем также, что наша отдача Богу теперь должна быть такой же полной, как это было раньше в случае с сатаной Ибо апостол говорит Таким образом, весь секрет победы заключается прежде всего в полной отдаче себя Богу С искренним желанием творить его волю Затем в познании того, что когда мы предаем себя ему, он принимает нас, как своих подданных И, наконец, в сохранении нашей преданности ему и оставление себя в его руках Часто победа может быть достигнута, когда мы вновь и вновь осознанно произносим О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей Ты уже разрешил узы мои Это очень простой, но вместе с тем, оказывающий очень сильное влияние способ сказать О Господь, я предаю себя в руки Твои, как орудие праведности Пусть исполнится воля Твоя Но только не то, как требует того плоть моя Когда же мы на самом деле осознаем и прочувствуем силу того, о чем сказано в Писании Что мы уже рабы Бога, тогда мы сразу же вспомним Хорошо, если я действительно являюсь орудием в руках Бога Тогда он никак не сможет использовать меня, чтобы сделать зло Он никак не сможет позволить мне делать зло до тех пор, пока я остаюсь в его руках Если он уже разрешил узы мои Если я уже сохранен им от зла Значит, он обязательно должен сохранить меня, как свою собственность Потому что я сам не смогу сохранить себя Кроме того, он хочет сохранить меня от зла Ибо он уже показал не только свое желание Но также и силу, с которой он хочет осуществить это желание Когда отдал себя самого ради меня Поэтому я буду сохранен им от зла Все эти мысли, возможно, мгновенно промелькнут в нашем разуме А затем обязательно должно прийти чувство радости от уверенности Что мы будем хранимы от зла, каким бы страшным оно ни было Такая радость обычно находит свое выражение в словословии и благодарности Богу И по мере того, как мы благодарим Бога Враг удаляется со своим искушением И мир Божий наполняет наше сердце В такие минуты мы как никогда ощущаем Насколько сильно отличается радость от веры От той низменной радости Которая приходит от потворства греху Все сказанное выше помогает теперь лучше понять слова апостола Павла Итак, мы уничтожаем закон верою Никак, но закон утверждаем Римлянам 3 глава 31 стих Выражение «уничтожить закон» здесь вовсе не означает его упразднение Ибо нет на земле ни одного человека, могущего упразднить Или каким-то образом повлиять на закон Божий Все, что человек может, это только его разорить Псалом 118, 126 стих Разорить – это не просто объявить закон недействительным Но в своей жизни показывать, что он утратил всякое значение Человек уничтожает закон Божий, когда в своей жизни не позволяет ему иметь никакой власти Одним словом, уничтожение или разорение закона Божьего – это его нарушение и несоблюдение в своей жизни Сам же закон при этом остается вечным и неизменным, независимо от того, соблюдается он или нет В итоге, уничтожение закона затрагивает не столько сам закон, сколько того, кто его нарушает Поэтому, когда апостол говорит, что мы не уничтожаем закон Божьей верой, но, напротив, его утверждаем Он в действительности имеет в виду следующее Истинная вера не ведет к нарушению закона, но к соблюдению его И не в том смысле, что вот я тебя привела к закону, а теперь сам слушайся Но в том смысле, что сама вера слушается Вера утверждает закон в сердце Она есть осуществление ожидаемого Вы ожидаете стать праведными? Вера осуществляет это Отсутствие же веры ведет к беззаконию Вера является единственной противоположностью беззакония Так что, если человек хвалится законом Божьим, но отвергает или принижает значимость безусловной веры в Христа То он находится не в лучшем состоянии, чем человек, который открыто выступает против закона Божьего Только тот, кто верит, воистину возвеличивает и прославляет закон Божий Без веры угодить Богу невозможно Евреям 11 глава 6 стих С ней же возможно все Евангелие от Марка 9 глава 23 стих Обратите внимание на то, что вера творит невозможное И что только этого требует от нас Бог Когда Иисус Навин сказал Израилю «Невозможите служить Господу» Он сказал истину Хотя требование Бога о том, чтобы они служили Ему, оставалось в силе Просто не во власти самого человека поступать праведно, даже если он того и сильно желает Галатам 5 глава 17 стих Вот почему заблуждением является говорить Все, что Бог хочет от нас, это чтобы мы делали все возможное Знайте, что тот, кто не делает ничего лучшего, чем это, никогда не будет творить дела Божьи Да не будет так Мы должны делать гораздо лучшее, чем то, что мы можем делать Мы должны делать то, что только сила Божья может совершить через нас Это невозможно для человека, чтобы ходить по воде Но Петр сделал это, когда проявлял веру в Иисуса Сегодня вся власть на небе и на земле находится в руках Христа И эта власть предоставлена в наше полное распоряжение Потому что сам Христос сошел, чтобы обитать в нашем сердце верой Вот почему сегодня нет никакого основания для того, чтобы ворчать и жаловаться По поводу того, что требуемое от нас Богом является невозможным Невозможное человеком возможно Богу Евангелие от Луки, 18 глава, 27 стих Так что мы смело можем сказать Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек Евреям, 13 глава, 6 стих И еще Кто отлучит нас от любви Божией Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас Римляна, 8 глава, 35 и 37 стихи Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь Не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok